Говорим о главном, делаем акценты на важном. В эфире рубрика под хэштегом Здравствуйте. Меня зовут Виолетта Широкова и сегодня мы поговорим о том, как выбрать качественные продукты к новогоднему столу, а сами блюда сделать более полезными и менее калорийными. Россияне рассказали, какие блюда планируют готовить на новогодний стол, сообщает газета РУ. Топ праздничных блюд попали Оливье, его собираются готовить 64%, сель под шубой 36%, крабовый салат приготовят 30% опрошенных, плодец придется по душе только 5%. Среди горячих блюд лизирует запеченная курица, 48% респондентов отдают предпочтение именно ей. Еще 27% собираются готовить мясо по-французски. Бутерброды с икрой будут на столе только у 28% россиян, а со шпротами у 6%. А чтобы каждое из приготовленных блюд было вкусным и безопасным, важно правильно подходить к выбору продуктов. Для начала обратить внимание, где именно вы приобретаете еду. Специалисты Роспотребнадзора советуют отдать предпочтение супермаркетам, рынкам и официальным ярмаркам. В отличие от несанкционированных точек торговли, там продукты проходят необходимую проверку качества. Важно обратить внимание на срок годности и не забывать о том, как долго это будет храниться у вас дома. Естественно, мы сейчас берем только консервированные какие-то продукты, то, что имеет долгий срок хранения. Крупы, мука, масло и так далее. Ну, простительное масло. Если мы говорим об овощах и фруктах, то покупать их пока рано. То есть туда ближе, за неделю, а то еще ближе к Новому году мы пойдем за фруктами и овощами. Рыба, мясо, если мы покупать и планируем свежее, то, конечно, тоже за день, за два. Если замороженное, то можно приобретать. Единственное, что понимать и помнить, что второй раз продукты замораживать нельзя. Специалисты Роскачества рассказали, как не ошибиться с выбором самых востребованных новогодних продуктов. При выборе цитрусовых, например, традиционных мандаринов. Эксперты рекомендуют ориентироваться на яркую и ровную кожицу. На ней не должно быть гнили и пятен. А чтобы проверить плотно зрелость, его надо немного сдавить. Если он быстро принимает исходную форму, смело покупайте. Зеленый горошек, как у кукурузы, лучше выбирать из тех, что изготовлены летом. Тогда продукт будет сладким и вкусным. А вот если товар изготовлен зимой или осенью, скорее всего, перед вами сухой горох, который замочили и отварили. А вот правила, которыми стоит руководствоваться при выборе красной икры. Лучше покупать ее в супермаркетах, а не на улице. Стоит отдавать предпочтение стеклянным баночкам, а не жестяным или в развес. Внешние икринки должны быть цельными, а не смятыми, и лежать друг на друге, а не плавать в масле или жидкости. И вот продукты куплены. Близится главная ночь года. В предвкушении все, кроме желудка. Как же выстроить свое меню так, чтобы было и вкусно, и не било по здоровью, и весу? Специалисты советуют начать с заправки салатов. Привычный майонез чаще всего содержит вредные для сердечно-сосудистой системы трансжиры. Много соли, а также пальмовое масло, которое прошло обработку высокими температурами и водородными ионами. Альтернатива – самодельные соусы. Если мы берем любой нут, его отвариваем, из него делаем соус, мы получаем тот самый белковый. Добавить можно любые специи, овощи, тот же апельсин добавили, такой аромат сразу будет. Мандарин добавили, какую-нибудь цедру и получили такой прям новогодний соус. Вот еще несколько лайфхаков. Вместо колбасы можно воспользоваться мясом птицы, курицей или индейкой. Те, у кого есть возможность купить морепродукты, могут взять крабовое мясо вместо его имитации. Вместо соленого огурца можно положить свежий огурец. Для людей, у которых есть метаболические проблемы, например, сахарный диабет, картофель можно заменить топинамбуром. Зеленый горошек для салатов предпочтительнее покупать замороженный, а не консервированный, чтобы избежать лишнего потребления уксуса и соли. Главное все в меру, и тогда новогодние праздники пройдут без последствий для здоровья и для фигуры. На этом у меня все. Берегите себя и до встречи на ОРТ.